ребятки всем привет я сегодня начинаю играть в новую игру под названием snow runner я конечно немножко попробовал как что там где там нажимать посмотрел графику игру люсому посмотрел и начинаем играть новая игра так у нас сейчас black river штат мичиган сша добро пожаловать в мичиган спасибо что решили принять участие восстановление работ после наводнения мы сейчас ремонтируемся ремонтируем обрушившийся мост и нам нужна любая помощь другой дороге на тот берег реки нет так нужно нам сначала найти наблюдательную вышку и осмотреть окрестности затем найдите грузовик на котором можно будет доставить на место стройматериалы для ремонта когда мост отремонтирует вы сможете добраться до своего гаража так нажимаем окей ребята снять с ручного тормоза и завести двигатель дросселя вот такой у нас сейчас есть грузовичок так исследование карта прежде всего нужно обследовать окрестности нажмите м чтобы открыть карту смотрим вот наша ребята карта это нам нужно будет исследовать местность это вот здесь я сейчас нахожусь исследование задание здесь показана текущая задача добавьте давайте доберемся донам наблюдательной вышки ok google так у нас наблюдательная вышка найти наблюдательную вышку у нас задание находить пока наблюдательные вышки сначала нам нужно и так понимаю доехать до вот этой вот вышки так нажимаем окей и пролаживаем путь так у нас chevrolet sky 1500 или 1500 и будем сейчас ехать к нашей вышки ребята выходим меню вот такой у нас chevroletic стоит пикапчик сейчас мы на нем будем исследовать штат мичиган так ну что будем ехать к вышки так заводим двигатель снимаем с ручного тормоза и поехали ой как ты гребешь это мы сейчас едем на заднем приводе нормально едем так у нас 80 литров бензина расход что у нас вождение пониженная передача во время езды по пересеченной местности можно переключаться на пониженную передачу скорость замедлится зато снизится вик риск забуксовать так удерживайте левый shift и поверните мышку лево-вправо чтобы включить пониженную передачу это понятно нам ну все поехали дальше так ох как мы гребемся месим грязь ребята месим грязь смотрите как он буксует так вождение полный привод ваш автомобиль оснащен подключаемым полным приводом полный привод обеспечивает движение по сложной местности но повышает расход топлива нажмите е чтобы включить полный привод а есть нажимаем е от включили мы полный привод и все и погнали вот как мы гребем нормально уже стала ехать хоть так на обычной дороге лучше отключать пониженную передачу но мы сейчас едем на автомате на полном приводе я думаю что можно отключить включить задний привод и гребсти задним приводом так у наш у нас будет меньше расход топлива ну а мы ребята едем открывать местность открывать новую вышку да конечно на заднем приводе немножко он туговато идет на полном приводе он получше едет нежели на заднем ну ничего мы движемся вперед ребятули так где наша вышка вот где-то в той стороне так посмотреть мы хоть в правильном направлении двигаемся ну в принципе в правильном вот нас даже есть здесь сверху вышка может давайте заедем сначала на верхнюю вышку а потом а потом ребята съездим на ту вышку давайте наверное сделаем так заедем сейчас наверх откроем нашу наблюдательную вышку а потом уже поедем на следующую так как как же нам здесь подняться тут везде лес может где-то здесь сейчас дорога какая-то будет вот какой у нас пикап мы сейчас едем на заднем приводе полный привод пока не включали ребята ну в принципе нормально он по асфальту едет хорошо правда такой асфальт с болотом такое что-то заносит так ну вот дорога какая-то да давайте будем пробовать заехать так на заднем приводе сейчас мы ребята чих-пыхе доедем о буксует нужно включать полный привод увидите сразу полный привод включили и мы помчались наверх сейчас заберемся наверх исследуем нашу вышку посмотрим наши окрестности местности да здесь камни такие вообще как мне проехать тут так у нас уже ой 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 мы двигатель повредили повреждение 1 вы повредили машину в меню функции в можно получить подробную информацию о состоянии повреждения узлов окей так нажимаем в вот показать урон x так колесо двигатель 97 коробка 120 а это мы только повредили двигатель ничего чуть-чуть повредили двигатель но едем вперед пока ребята едем вперед мы едем еще раз напомню на полном приводе на полном привода она карабкается хорошо ой какая здесь горка мы хоть выйдем сюда или нет буксует но едет вообще отлично принципе я смотрю графика очень вообще такая супер а я просто класс но она как бы смотришь на нее она как едет машина как этаж ой вот это я дал все двигатель заглох мы ребята перевернулись да я конечно засмотрелся мы хоть выйдем здесь или нет да мы здесь застряли ребята застряли капитально часто нужно как-то не знаю в другое место куда-то ехать миссии грязь так мы снова повредили двигатель так почините автомобиль можно в гараже или с помощью специальных модулей и рецепов подробная информация о повреждениях автомобиля и можно найти соответственном разделе кодекса так но это понятно но нам нужно как-то выкарабкаться туда ребята да я такого не ожидал поворота что мы так заедем вообще непонятно куда так зацепились лебедкой как использовать лебедку если вы забуксовали то можно воспользоваться лебедка если есть к чему прикрепиться чтобы использовать лебедку откройте функцию нажал в лебедка должна быть закреплено на достаточно устойчивом предмете выберите конец лебедки на машине и найдите подходящий объект и найдите подходящий объект о о машина сразу поехала вообще вот как по маслу так это хорошо так r отсоединяем лебедку и так куда-то мы по каким-то кустам едем вообще не понимаю куда мы едем ребята вот что-то было невнимательность невниматель так обратите внимание на значок наблюдательной вышки дальнейшем такие значки не успел прочитать ребята а вот она же то вышка я что-то вообще не туда посмотрел это нам вот можно было сразу сократить здесь путь и все а я карабкался наверх так мы на полном приводе заехали так наблюдательная вышка открыта мы получаем 50 опытов изучить окрестность c вообще ничего себе смотрите ребята вон какой-то мост поломанный и еще так смотрим на карту о так мы уже открыли здесь нормально такой кусок открыли хороший так ну что поедем все-таки мы к этой вышке да ребята давайте проложим путь не знаю но в принципе здесь можно также самом не спуститься как мы сюда заезжали и по дороге уже поехать по дороге уже поехать нормальной нашей на был наблюдательной вышки вот смотрите какое у меня повреждение там где я ударился двигателем немножко применял капот фару немножко разбили и крыло так это мы ребята откуда приехали что ты уже не могу понять а вон оттуда мы приехали это нам нужно ехать туда наверх так включили полный привод и карабкаемся ребята наверх карабкаемся наверх как это у нас пониженная нам нужно включать автомат и погнали погнали открывать следующие вышки да здесь мы немножко засмотрелись ребята на графулю какая у нас графу ля и мы свалились туда перевернулись вниз так у нас 66 литров бензина и движемся вперед так тыр тыр чух чух нормально нормально проходим конечно его так кидает вообще во все стороны так чтобы опять не перевернуться так вниз нужно спускаться потихонечку потихонечку вот болотка у нас все проехали проехали спускаемся вниз да здесь такие крутые подъемы повороты так если с разгона наверное поехать так вообще можно там кувырком спуститься вниз и все и непонятно что с машины останется так ой 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 да здесь такое у нас болото нужно эти я думаю лужи объехать потихонечку так давайте ребятки раз 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 и все так вон дорога здесь какая-то идет туда и здесь идет и ну давайте посмотрим на карту принципе я так думаю это можно поехать и этой ну давайте лучше поедем наверное по асфальту так называемую включим задний привод и потихонечку поедем откроем еще одну наблюдательную вышку так а здесь у нас что дорога перекрыта что такое почему дорога так осмотр местности вам встретиться различные типы местности дорога с покрытием грунтовка жидкая грязь вода каменные особи снег лед по любому бездорожью сможет проехать только самый опытный водитель на специально оборудованном автомобиле поэтому иногда лучше найти объезд информацию о разных типах дорог и бездорожье можно найти соответствующих разделах так какие но они нам предлагают объехать давайте тогда объедем так это мы сейчас на заднем приводе она не едет включаем полный привод и погнали вот здесь такая водичка я же думаю здесь не глубоко мы проедем так опасный уровень ничего мы проехали нормально наш пикап движется вперед конечно мы все в болоте грязные все но едем к наблюдательной вышке так вот у нас она а за здесь можно заправить любой автомобиль оснащенный емкостью для топлива заправка как и ремонт бесплатно старайтесь заправляться как можно чаще ладно если нам предлагают заправиться значит заедем заправимся ребятам так вот наша заправочка так c и f его заправились поехали дальше так ну вот где то здесь дорога есть какая-то попробуем по этой дороге вот здесь такая лужа час мы как не заедем так будем наверное сидеть куковать ой снесло чуть ой-ой-ой ненормально прошли так едем а вот и наша вышка ребята мы уже вот смотрите все быстро я думал там еще пилять и пилять и этой вышки она оказывается вот здесь сразу за заправкой на холме обратите внимание на значок наблюдательной вышки вы в дальнейшем такие значки помогут вам находить целевые точки понятно будем обращать внимание так у нас есть уже еще одна вышка так обнаружена наблюдательная вышка отлично вы нашли первую то это уже у нас 2 вы нашли наблюдательную вышку каждая обнаруженная вышка открывает часть карты чтобы отремонтировать мост вам потребуется более мощный грузовик для перевозки стройматериалов откройте карты осмотрите окрестности так у нас первое ребята задание задание найти нам нужно грузовик для перевозки стройматериалов к месту риме он там так а ну давайте рассмотрим нашу местность о вообще местность отлично там какой-то домик у нас внизу так сейчас смотрим карту так что у нас задание задание у нас так исследуйте наблюдательная вышка каждая обнаруженная вышка открывает часть карты важные объекты задания улучшения автомобиля пока что скрыты в тумане все автомобили скрыты где-то в тумане ну вот смотрите какая у нас уже карта есть вот еще у нас вышка есть еще вот вышки это их это думаю ребята все нужно будут открывать эти вышки у нас наблюдательные но это все будем делать по ходу дела так сейчас мы где находимся а мы сейчас на вот от этой наблюдательной вышки так где наш грузовик городской склад азс так ладно это задание мы принимаем так как проложить маршрут а ну мы уже принципе разобрались нажимая левую кнопку мышки можно разместить на карте точки чтобы обеспечить поиск дороги к цели задания вы можете удалить последнюю установленную точку нажав на колесико или очистить маршрут целиком удерживая колесико попробуйте построить свой маршрут так это нам ребят понятно так а вот грузовик наш так а что нам нужно делать грузовик мы просто нажали на грузовики нам сразу показала бы где грузовик так но сейчас тогда нам нужно будет ехать за грузовиком значит мы проложим маршрут здесь здесь принципе мы вниз спускаемся здесь нужно повернуть налево и здесь и здесь вот так вот мы проложили маршрутик ребята и едем за грузовиком сейчас посмотрим что у нас там за грузовик chevrolet у нас в принципе неплохой а сейчас посмотрим какой у нас будет грузовик так ну что разворачиваемся разворачиваемся и едем за грузовиком так ну здесь принципе такое болото в принципе нормальная проходимая мы можем проехать конечно едем ребята на полном приводе на заднем приводе здесь не поедешь и можем принципе попробовать и на заднем приводе будем больше экономить топлива в принципе здесь из горки можно спуститься и она я думаю скатится машина скатится ой нужно притормаживать так у нас мы сейчас на заднем приводе пролетим это болото ой нет вот это мы ребята заехали в болото так а если мы включим понижайку она все равно она не едет нужно включать полный привод и понижайку вот это совсем другое дело машинами месяц грязь вот как мы потихонечку раз два и выехали чих пых потихоньку потихоньку гребем 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 так я думаю можно на автомате мы побыстрее отсюда выгребем это уже совсем наверное на понижайке так ехать так 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 у нас снова а так здесь у нас налево ребята так можно выключать полный привод и едем сейчас на заднем приводе но ну прикольно вон смотрите как включается раз полный привод раз задний привод она все клацает видно принципе прикольно графика вообще мне ребята нравится я конечно в такие игры играю первый раз я видел как играли вот эта игра вышла играли в этот сноураннер и мне вы знаете она очень понравилась и я решил сам нее поиграть и естественно записать для вас посмотреть чтобы вы посмотрели как я в нее играют может может ребята конечно вы играете в эту игру уже знаете об этой игре вы также играете может быть если что то пишите в комментариях как там и что там думаешь вы может уже очень много прошли так но у нас под горку на заднем приводе не едет включаем полный привод и погнали так чтобы вытащить застрявшую машину и стоит пользователь лебедку и полный привод так у ничего себе вот обнаруженная новая машина так gmc gmc это у нас какой-то такой general motors так обнаружена машина вы нашли свой первый шоссейный грузовик этот грузовик предназначен только для езды по дорогам постарайтесь не заезжать на нем в болото или глубокую грязь информацию о разных типах автомобилей можно найти соответствующих разделах кодекса escape так это очень хорошо чтобы сесть машину откройте меню функции нажал в и выберите пересадить а вот у нас меню функции в и вот пересесть так джемси м аж 9500 так контракты один из шести что ж это самый подходящий для такой работы грузовик но придется довольствоваться тем что есть муниципальная компания steel river надеется на вашу помощь в ремонте моста в меню карты вы найдете и другие команды так окей чтобы открыть карту и войти в меню контрактом нажмите так нажимаем м так контракты 2 из 6 перейдите на вкладку а вот у нас вот эта кладка знаком вопроса контракты контракты это сложные задачи перед выполнением которых обычно надо подготовиться и изучить окрестности так это нам понятно ребят так заходим контракты так вот наш первый контракт так контракты 3 из 6 изучите список нанимаемой нанимателей в этом регионе штата мичигана у них найдется для вас и работа связанные с их деятельностью давайте посмотрим что предлагает муниципальная компания steel river ну давайте посмотрим что она нам предлагает так она нам предлагает так контракты 4 из 6 некоторые контракты пока недоступны в описании контракта указаны условия его разблокирования давайте заглянем контракт ремонт старого моста так окей так заглядываем в ремонт старого моста этот контракт состоит из двух заданий их следует выполнять в определенном порядке давайте нажмем и примем контракт давайте нажмем так у нас контракт ремонт масс ремонт моста так вот наш старый мост так появились новые метки метка на территории города это склад из которого мы заберем груз метка у разрушенного моста это там где строительство пункт назначения давайте отправимся к складу в городе давайте отправимся так это у нас новое задание так добавить доставить так отлично теперь у вас есть мощный грузовик для перевозки тяжелых грузов проблема в том что мы отрезаны от большой земли чтобы добраться до гаража и приступить к работе нужно починить мост давайте будем чинить ребята мост так так доставить к старому мосту металлические балки так наши металлические балки я понимаю находится здесь так вот наш грузовик и вот металлические балки так это нам нужно спуститься ребята вниз затем доехать до этого перекрестка потом здесь и все вот у нас ремонт старого моста доставить старому мосту металлические балки одну металлическую балку ну что поехали за нашим заданием так ремонт моста при тут приступим к ремонту моста эта машина может перевозить груз каждый кузов или прицеп характеризуется определенной грузоподъемностью которая измеряется в ячейках этот грузовик вмещает две ячейки а вот видите ребята как на картинке показано что вмещает две ячейки так задание найти стройматериалы для ремонта моста и да и доставить их к месту проведения работ у нас уже ребята я смотрю темнеет мы что-то очень долго со всему какой грузовик смотрите как газу даешь какие столбы дыма идут так снимаем с ручного тормоза и вперед вперед ребятихи едем 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 так а куда мы едем я уже забыл вы обнаружили автомобильную заправочную азс да это так а мы едем на городской склад точно за металлическими балками так но у нас уже темнеет я думаю что мы приедем они хоть там будут работать или уже закрылись и нам еще придется до утра ждать такой тут такая горка мы выйдем или нет под эту горочку мой сложно сложно так он идет напряг напряг но ничего едем вперед да это ж грузовик не для болота создана для сошейной дороги ничего нормально идем нормально идем я думал будет похуже здесь тем более под горку и мы так хорошо идем на третьей передаче хорошо тянет так давай 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 о смотрите нормально нормально мы выехали да нормально ребят выехали доехали уже до город до городского склада уже практически так здесь налево на так он метка следующий ой ой что-то я закружился здесь так и сейчас мы поворачиваем здесь направо так выворачиваем и заезжаем заезжаем ребята так становимся а как то грузить то будет так c управление грузом погрузка один выбранный груз можно погрузить несколькими способами автоматическая погрузка простой и быстрый способ для которого не нужен кран с этим понятно так а что нам две балки будут грузить нам же принципе одна нужна балка ну да нам одна балка нужно ручная погрузка она у нас пока нету крана ну в принципе что нам f все погрузили а это одни вот балки я понял так escape закрыть это одни вот балки одни балки только они идут ну да на всю кузовом так нет ребята нам нужно вперед ехать ой а куда нам ехать подождите давайте посмотрим так вот наш старый мост так это мы здесь ребята да так здесь давайте выйдем на дорогу а то что то я не могу понять куда так нам ехать ой двигатель наш двигатель я думал что этот столб можно сбить и он не сбивается видите знак мы сбили а этот не сбивается так давайте включим свет тоже стемнело так и смотрим на карту вот старый мост наш где мы находимся а вот мы выехали сейчас поворачиваем направо и в принципе все время по прямой по прямой по ну да вот так вот и вот наш старый мост ребята да по дороге можем заехать на заправку заправиться ну что погнали на старый мост так а здесь нам вот направо то что я говорил и все время по прямой как раз пошел по я передача мы в пути ребята к старому мосту будем сейчас строить старый мост 5 передача и мы движемся вперед так у нас пошло сохранение мы сохраняемся автоматически это хорошо вот и заправка уже так а здесь же мы выезжали отсюда нужно наверное сюда заехать груженные мы идем едем 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 вид из грузовика вот какой у нас грузовик а то мы ребят нормально идем так это наверное это для него лужа будет он ее не почувствует да нормально так и здесь нам выехать как бы опа оп чих пых чих пых выехали все нормально выехали все поехали 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 ребята к старому мосту так здесь у нас налево поворачиваем к мосту так вот наш мост мы приехали к мосту ребята мы приехали к мосту так сейчас будем разгружать так у чих тормози вот наш грузовик привез наши балки железная разгрузка при разгрузке машина вам будет предложено несколько вариантов так как один и тот же груз можно использовать для выполнения различных задач эта точка разгрузки служит только для одного поручения но другие точки могут подходить сразу для нескольких контрактов так понятно ну что разгружаемся ребята у ничего себе мы построили мост неплохо так ремонт моста ремонт моста продвигается успешно но еще не закончен для его завершения нужно доставить на стройплощадку еще одну партию материалов груз находится на нашей лесопилки откройте карту чтобы проложить путь к точке назначения окей это мы разгрузили и закрываемся к это понятно смотрим так мы находимся здесь а нам нужен доставить деревянные доски деревянные доски находятся на лесопилки ну что едем на лесопилку так доставить к старому мосту деревянные доски две деревянные доски нам нужно сюда как нам ехать лучше давайте так и в принципе попробуем по этой дороге поехать и вот так вот посмотрим что там за дорога сначала нужно нам развернуться так поехали за достками едем ребята на лесопилку да ну уже совсем потемнело уже темно как мы щас там будем пробираться я не знаю что там за дорога это нам щас нужно уходить куда вправо сюда там есть вообще хочешь дорога или нет или здесь только одно направление ну давайте посмотрим я боюсь хотя бы нам только не застрять здесь не ну вроде бы едем нормально вроде бы ребятки едем продвигаемся так направление мы видим ну пока едем понижайте еще не включаем хотя она они нам писали что этот грузовик только для шоссейки до дороги так здесь какая-то водичка у нас ой ой ненормально прошли так что то нас со стороны в сторону кидает заносит носит но мы едем вперед едем ребята вперед он люди какие-то живут здесь лодка стоит вету не горит так нормально так деревянные доски наверное пиломатериалы лучше всего искать на лесопилке приступим сейчас пойдем искать лишь бы был кто-то на это еще ли лесопилке уже какая он смотрите глубокая ночь ну смотрим вроде бы свет горит на лесопилке может они меня ждут еще здесь или как даже не знаю сейчас приедем будем грузиться так он кран там еще что-то стоит так но я думаю нам сюда нужно так что нам вы предлагаете так погрузка не забывайте каждый груз занимает определенное число ячеек а вот видите ребята это вот одна ячейка а это вот будет у нас вторая ячейка f вот вторая ячейка а то нам просто загрузили одну полностью трубы и мы завезли трубы а здесь нам нужно доставить деревянных досток две штучки так ну что повезли деревянные достки так давайте посмотрим принципе мы также сама поедем так как где мы находимся вот мы здесь стоим здесь что-то здесь бортовой прицеп но нам принципе прицеп не нужен так нам сюда сюда ребята и в принципе так так и так все маршрут мы проложили и можем отправляться в путь путь строит мост заканчивать наше задание да здесь конечно болото как здесь направо нам нужно так здесь налево ой а где наши достки пока мы ребят смотрели где маршрут у нас сперли достки мы штук один лишь два грузили а где наш второй блок с достками это сейчас мы приехали туда разгружали а потом был обратно возвращались были мы их просто не погрузили что-то я не заметил вроде бы посмотрели два вроде бы поставили две ячейки запомнили оказала всего одна да конечно смотрите какой у нас грузовики весь в болоте водитель у нас там сидит так мы что грузим а мы видно посмотрели только и все грузовик мало места как мало места все есть да все загрузили да теперь можно ехать но все погнали а то приехали мы с вами а там одни только доски пришлось бы снова возвращаться или где-то увидели там непонятно где на полпути увидели что у нас доступ нету и там нигде не развернешься это благо что мы вот сюда повороту доехали увидели что у нас нету еще одних доступ а здесь где развернуться вот смотрите какая дорога здесь ну в принципе едем нормально нормально он четвертая передача грузовик тянет хорошо даже понижайки не включали на грузовике так а что у нас топливом 170 литров принципе топлива есть 170 ну конечно не мешало заехать на заправочку ну ну пока не знаю пока едем строим мост а там дальше будет видно ой как заносит как заносит так нормально мы двигаемся вперед так сохранение у нас пошло так вот здесь вот нужно поворачивать налево так тихо 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 т как поворачиваем поворачиваем как нормалез нормалез ребята так ну все приехали сейчас будем разгружаться так ремонт старого моста разгрузка все вот наш мост смотрите какие мы с вами молодцы вы перешли на новый уровень это хорошо набрав определенное количество опыта вы переходите на новый уровень каждый уровень отрыв открывает доступ приобретению новых транспортных средств и модули для некоторых задач также требуется определенный уровень чтобы открыть досье водителя нажмите f4 нажимаем f4 а вот смотрите так у нас карты аляска таймыр мичиган мы в мичигане уже прошли 6 процентов а по всей 2 процента профиль водителя это досье водителя здесь собрана полезная информация о ваших достижениях так это хорошо задание завершено 3 автомобилей собственности 3 где же 3 только на двух автомобилях поездил а вот автомобилей найдено 2 эта статистика а это то что я сделано было наблюдательные вышек открыто 2 улучшение доступно 0 так еще какие-то улучшения нужно будет собирать так это вот контракты какие нужно будет выполнять поручение это состязание еще впереди и достижения вот какие ребята будут достижения ну ничего будем проходить смотреть что у нас там будет выходить так ну что контракт выполнен баланс вашего профиля 8000 баксов у нормально ремонт старого моста вот и замечательно мозг как новый теперь можно выехать с полуострова и добраться до гаража проискать новый контракт принимаем набор опыта за каждый выполненный контракт вы получаете баблишко и очки опыта на звездочки за каждую открытую наблюдательную вышку вы получаете очки опыта звездочки по мере набора опыта повышается ваш уровень и открывается доступ к новым автомобилям и улучшением за набором опыта можно следить в меню профиля f4 это там где мы только чтобы были ребята отлично мост отремонтирован вы помогли восстановить мост и выполнить свой первый контракт проезд в город открыт давайте найдем гараж давайте я не против конечно будем искать гараж он уже отмечен на карте задание найти гараж у нас задание ребята найти гараж где его будем искать я еще не знаю как его и где его искать а вот смотрите какой мостик у нас то что мы с вами построили вот наша машина стоит джеймси м аж 9500 как добраться до гаража на карте появился гараж кратчайший путь не самый легкий вы в любой момент можете пересесть на другую машину на вкладке объекты окей так ключ к успеху не держаться протуренных дорог и не бояться исследовать новые территории это хорошо это хорошо ребята так а где наш гараж что-то его не вижу лето нам нужно еще принять задание так задание городской склад лесопилка зс так объекты а и у river а вот видите steel river дорога в гараж так вот наш гараж так а как же куда ехать к этому гаражу может как то вот здесь вот дорога есть вот заодно и откроем ребятули нашу вышку вот видите ночь полная ночь два часа ночи мы не спим и а все работаем ищем какие-то гаражи ну давайте поедем посмотрим наблюдательная вышка въезду гараж ну давайте пока доедем к вышке там откроем местность и посмотрим посмотрим где наш гараж ну что погнали ребята погнали 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 к вышке так я думаю нам бензина хватит 150 литров бы уже не возвращаться на заправку едем вперед только друзья вперед так так вот мы доехали так как у данном дальше ехать а вон туда вот едем 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 как тихо 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 ребятухи мы едем по дороге так что то мне здесь не нравится особо да тут дорога идет где тут как тут вышки это ехать что за дорога вообще ничего не понимаю куда мы едем так гараж здесь вышка здесь а это нужно было что поворачивать здесь что-то такая дорога какая-то просто непонятная там вроде бы не было своего поворота даже не видел конечно дорога такая ребята я боюсь что мы никуда не доедем мы конечно гребен едем так где же здесь дорога там какие-то как у нас идет сохранение здесь вон смотрите одни болота куда туда вы что а вон вышка смотрите ребята то нет вы что ребят я на этой машине туда как все заеду там не говорится с жаба отцить скидать оттуда не выйдут одни только лягушки квакают нет едем ребята в гараж вышку вышка это нужно пикапом открывать или какой-то другой машиной на этом грузовике мы туда ребята не заедем так что снимаем метку отсюда и едем вперед потому что мы туда вы видели заедем и оттуда просто потом не выйдем так едем вперед нам нужно будет где-то по дороге может заправка будет какая-то если что под заправиться смотри какая-то местность такая вообще сплошное болото вон какие-то еще люди там живут наверное или что это такое это полуприцеп стоит а это база к это ребята база нам туда не надо нам нужно ехать в гараж у нас задание найти гараж так дороги 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 вообще ничего не видно куда ехать а прямо это впереди у нас этот я понял я понял а то я думаю что то впереди какие-то скалы и ничего не видно а вот видите у нас гараж позначается туда ехать нужно знать едем 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 так он еще какая-то база у нас все едем едем а то я думал впереди какая-то скала и думал сейчас упремся нам нужно ехать вдоль скал ой что такое у нас колесо повредилась об что это о смотрите как бензин у нас там видели болтается мы что-то повредили амортизатор и колесо ой а здесь мы проедем хочет ли нет вроде бы такое она она в принципе нормально из камней а то я думал там уже какое-то болото так и что мы ребят приехали уже гаражу да а ну ну в принципе что-то похоже или это какой-то микрорайон новый так бензин у нас принципе пока есть нет это еще не гараж а куда нам нужно ехать вообще ничего не не понимаю так вот мы едем 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 а вот вот мы приехали вот у нас и гараж так обнаружен гараж ребята вот нашли свой первый гараж собственно в этом не состоит суть игры так что это гаража нашли что мы игру прошли или что что-то я не пойму исследовать находить наблюдательные вышки выполнять контракты за вознаграждение и находить гаражи в которых можно улучшать и покупать автомобили давайте заедем гараж давайте ребята я не против заедем гараж я именно сюда и ехал так он какой-то еще у нас грузовик стоит так найдено улучшение о это хорошо улучшение получено подключаемый полный привод недоступно для текущего автомобиля я уже думал это уже полный привод мы открыли для этой машины а сюда здесь он недоступен такие предметы необходимо устанавливать в меню модификации в гараже доступно для следующих автомобилей play star f 2070 а понятно подключаемый полный привод доступно для покупки а так его еще покупать нужно я думал он уже у меня готов так обнаружен гараж контракт выполнен так останавливаемся дорога в гараж так у нас баланс профиля 8 850 в гараже вы можете превратить свою машину настоящего монстра и тогда местные болота будут нипочем это типа как мы к тем вышкам нужно напоминаем что все обучающие подсказки и другую полезную информацию можно найти в разрезе различных разделах кодекса как подготовитесь берите контракт и выезжайте окей обязательно так напоминаем мы это поняли ну что мы нашли гараж и что дальше нам нужно делать где наши какие-то задания о гараж тюнинг стоянка магазин грузовиков покинуть гараж 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 используется для хранения улучшения приобретения и продажи транспортных средств а также для переезда в другие регионы чтобы получить доступ гаражу его нужно найти на местности гаражи есть не во всех населенных пунктах запомниться где находятся ближайшие гаражи да ну мы постараемся запомнить но не знаю как получится двигатель сердце автомобиля главная характеристика двигателя мощность мощный двигатель позволяет развивать большую скорость и преодолевать бездорожье от выбранного двигателя зависит и расход топлива чем мощнее двигатель тем больше топлива он пожирает от состояния узлов и деталей зависит количество повреждений которые они могут выдержать до выхода из строя так окей так купить двигатель а я не знаю он нам нужен двигатель или нет это двигатель подходит другим вашим автомобилям ну я пока не знаю нужно нам или нет здесь двигатель стоит или это улучшение двигатель двигатель у нас стоит в слайна это типа улучшения ну если они так просят то давайте купим двигателя так чтобы найти этот предмет исследуйте michigan модификацированный вариант популярного двигателя очень надежный и мощный мотор но не особо экономичный так это у нас вот этот двигатель стоит ну давайте вот этот двигатель ребят купим ну что купили поставили да вроде бы стоить ну что у нас дальше коробка есть подвеска есть у нас шины вот такие такие шинки его нормально вообще так диски и шины колесные диски у вас для красоты а вот шины нет выбор типа шин влияет на сцепление и дорога и она управление автомобиля так это понятно нет мы пока покупать ничего не будем подождите давайте посмотрим какие здесь шины есть так это у нас шоссейные а у вездеходные это все закрыто я думал не дорожные какие-то купить так а что нам шоссейные шины давайте ребят вот эти а в грязи плохо вот смотрите на трассе отлично на бездорожье средние так они они в принципе все одинаковые ну разве что вот эти вот 47 у hd3 давайте вот эти вот купим посмотрим предлагают так давайте купим так и быть баблишка заработали сейчас будем тратить так лебедка так ну лебедки нету дифференциала нету запасное колесо нету давайте поставим корр шноркель поставим шноркель еще сюда так модули кузова о ничего себе это мы можем сюда поставить ну что угодно платформа ремонтный модуль тему вибратор так бортовая платформа погрузочный кран высокое седло низкое седло ничего себе погрузочный кран и так но у меня уже я вам скажу баблишка нет уже можем поставить противотуманные фары давайте купим такие вот передний бампер у меня серийный защитный и укрепленный давайте поставим защитный так разная так выхлопные трубы у меня такие развернутые такие давайте поставим развернутые такие диски ну я смотрю диски в принципе не знаю даже какие диски давайте поставим от камаза диски так а это что у нас а цвет автомобиля мы можем взять цвет автомобиля зеленый так голубой ну это такой поносовый какой-то желтый давайте такой военный сделаем наш автомобиль так ну что ребята мы потратили все баблишко здесь нужно возвращаться с гаража так стоянка меню гаража в гараже доступны различные меню которые позволяют модифицировать и покупать транспортные средства а также распоряжаться всеми машинами на стоянке так это понятно магазин грузовиков магазин грузовиков это магазин грузовиков здесь можно купить новые автомобили некоторые из них пока недоступны автомобиль может быть доступен так ну принципе у меня же такой вот есть хочу его опять предлагают купить мне он не нужен вот смотрите какой шевролет коде ак грузовок так есть даже ford шоссейный а джемси ай вот этот вот еще где-то грузовик у меня есть ребята еще есть у меня вот этот грузовик так есть скаут такой вездеход есть тяжелый есть еще есть такой даже ничего себе сколько здесь грузовиков и такие даже есть потерпеллеры да крутяк какой вообще вот можно выбирать так а что здесь у нас пикапы оба хаммер есть каут дон уазик даже есть смотрите какой автомобиль недоступен в сша вот наша буханочка есть да это ребят интересно так нужно что-то делать зарабатывать уже бабушка на наши грузовики так нет необходимости выполнять все задания в одном регионе чтобы переехать в другой некоторые редкие автомобили и ресурсы можно будет найти только в других регионах и населенных пунктах давайте попутешествуем подготовьте машину к переезду поставили ее на стоянку кнопкой так как путешествовать будем так внимание сначала отправляйтесь на аляску и пройдите обучение по теме переезд принимаем ваша машина помещена на стоянку все готовы к переезду перейдем на карту мира с помощью кнопки g так мы переходим на карту мира переезд 3 как не трудно заметить вы сейчас в штате мичиган давайте отправимся на аляску чтобы сменить регион нажимаем кнопку е так а мы сменили аляску так здесь вам доступен только один населенный пункт туда и отправимся ну давайте будем отправляться так как отправляться вот вот мы и отправились на аляску уже ребята уже утро 9 утра северный порт аляски так станция техослу обслуживание переезд 58 для вас уже готов гараж пока что он будет вашей основной базы заедем внутрь на вкладке объекты выберите гараж и заедьте в него так выбираем вот гараж гараж это понятно как это что-то я ребята не то нажал так нам нужно g river black аляска аляска гараж наш и что нужно делать что-то я не могу понять так black bird а так ну у нас вот новое задание запасные части ничего пока ребят не понимаю северный порт аляска сша идет загрузка так переезд 68 гараже пусто поскольку ваша машина на стоянке перейдем на стоянку и разберемся что дальше делать так стоянка вот машина так теперь можно выводить машины со стоянки окей это что мы даже на уазике можем гонять переезд 88 ваша машина готова к работе давайте выйдем из гаража и исследуем аляску давайте я ребят не против как выезжать в запас назад вывести вот покинуть гараж так ребята у нас уже аляска добро пожаловать на аляску вы уже ознакомились с основными игры поэтому можете оставаться здесь выполняя контракты улучшать грузовики или покупать новые а также исследовать местность но выполнять контракты на аляске будет непросто из-за погодных условий так что если вы хотите подготовиться получше то мы рекомендуем вернуться в мичиган не забывайте открывать не исследованные зоны и соблюдай на наблюдательные вышки а также запускать контракты из меню карты м понятно вот 3 какой у меня уазик ребята есть крутяцкий ну что я думаю прокатимся сейчас по аляске посмотрим что здесь как и думаю будем возвращаться в мичиган выполнять наши дальше контракты и работа здесь сейчас проедемся на уазике о крутяцкая машина уазик так магазин прицепов это магазин прицепов здесь можно покупать и продавать прицепы для перевозки различных грузов так чтобы присоединиться к машине понятно да такая вообще машина техника наш уазик неплохой ребята а это наша аляска так и это что у нас лед ну что давайте дрифт тянем ног заносит как нормально ну мы ребята едем только на заднем приводе и нормально он тащит нормально едет так а давайте сейчас попробуем полный о полный привод дату к вам вообще не рулится у тормоза какие смотрите так а сейчас можем включить дифференциал только а только на пониженной да но он тогда вообще не едет просто не едет тащится ну я думаю он будет рулить нормально вообще ребят урон отключаете а так ездить оказывается нельзя ребята мы его сейчас поломаем этого уазика и все и ездить не на чем будет ладно ребята давайте поедем гараж и я думаю мы уже наше путешествие продолжим в следующей серии мы уже побывали на аляске посмотрели какой у нас уазик крутой и уже думаю ребят будем исследовать все в следующей серии что нам нужно будет делать смотреть аляске или возвращаться обратно ой заборчик мичиган и выполнять дальше наши задания до жаль конечно что наверное в мичигане нельзя будет ездить на грузовике не на грузовике а на нашем уазике которую он крутой можно будет заехать где-то вот по тем вышкам где видели я показывал где мы ночью ехали болото такое было что не проехать там куда наверное нужно заезжать этом уазиком и там все разблокировать открывать эти вышки рассмотреть все что у нас там есть так ребята но буду я заканчивать свое видео первое по сноураннеру следующем серии встретимся будем дальше исследовать наши все вышки выполнять задание зарабатывать бабло сики и покупать новые машины но я на этом ребята все ставьте лайки подписывайтесь на канал может пишите комментарии что не так что нужно делать уже наверное многие играют в эту игру и много уже прошли что там нужно будет делать дальше будем смотреть будем разбираться и конечно же кататься дальше ну а на этом все пока пока ребята до новых встреч